очагов тв представляет ты сварщик почти что ну ты днем сидишь комнате у нас на черных очках почему у нас ночью ну да а хорошо ночью в освещенной комнате сидишь темных солнечных очках для чего у тебя там бланш под глазом или что да не ну я просто чисто интересуюсь ты знаешь дело такое это твое дело может какая то есть причина может чисто для имиджа как бы ты сидишь да это да у меня есть причина может получать бланши под глазами ну можно даже не говорить причину ничего и я не собирался вот ты не собирался я понял ты из какого города с новосибирская можно мне пить пиво да конечно причина это же твое здоровье точно за ваше здоровье и не это за россию то есть масса не может давай дарить давай загрязь и давай 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 за россию сорасье давай вот ничего кризь молодец на россии надо только ничего к из молодец и за украину тоже нет нет за украина надо чокнуться обязательно. А вот за Россию не чокаясь, молодец. До дна. За Россию до дна не чокаясь, молодец. У вас в телевизоре сзади показывают там же это же рукомойник. Рукомойник, прикинь. А для чего он показывается? Вот, смотри. Я сейчас просто показывал. Это детский сад в Иркутской области. В детском саду нет воды. На лошадях привозят воду, шлангом заливают какие-то корыта через окно. Это капец. Смотри. Я тебе могу показать. Смотри, как интересно. Это капец просто. Смотри, какой класс. Посмотри. В этом здании у нас нет ни воды, у нас нет ни канализации, у нас нет медицинского кабинета. Мы все берем, красим, мы готовимся к учебному году. Но когда мы выходим в сентябре, у нас снова все вот так же, потому что все течет. И все это рушится. Все сыпется. Мороз у нас тут холодно. Со всех щелей дует. Положеное у нас кровь повалится. Дети у нас часто болеют. Зимой мороз у нас дети дом. Это детский сад звездочка называется. Как тебе такое, Илон Маск? У нас именно так и происходит, да. Ну, нормально. Ты гордишься этим, я надеюсь? Да нет, конечно нет. Стыдишься этого? Да, стыжусь, да. А как ты думаешь, почему такое происходит в России? Почему? О, а можно ответный вопрос задам? Ну, желательно, конечно, ответить на мой вопрос. А потом можно задать следующий. Так вообще-то диалог ведется. Ну, на самом деле, я не знаю ответа на этот вопрос. Поэтому хотел бы просто ответ назвать. А вы почему думаете у нас так? А, почему я думаю? Могу объяснить почему. Потому что Россия вместо того, чтобы тратить деньги на благоустроенность, на благоустройство, на строительство новых детских садов, на ремонты существующих, на школы, на больницы. Россия за один день, это я читал статистику, за один день войны с Украиной тратит денег на три новые больницы. Один день войны с Украиной, три новые больницы. И пока у вас деньги будут улетать, чтобы убивать людей в соседней стране, у вас будут вот такие садики, у вас не будет нормальных больниц. Почему? Оно же и до войны так же было. Да, до войны то же самое было. Но смотри, до войны, до войны, это как бы мало интересовало людей, которые не живут в России. В Северной Корее тебя сильно волнует, что там люди траву едят, причем это я не фигурально, не литературно, это фигурально, они едят траву реально. Это никого не волнует. То же самое и в России особо не волновало. Но когда Россия при этом агрессивна, ладно, то, что россияне молчат, то, что у них такие детские садики, точнее, пытаются что-то вякать, а смысла нет. Вон там дальше, по-моему, здесь было, что они что-то 43 раза посылали президенту запрос. Ну, естественно, их посылали 43 раза, столько же обратно, я думаю. Но, покуда Россия молчала и не было войны, ладно, терпите эти сами. Но когда вот эти деньги ваши уходят на войну с чужой страной, и вы снова молчите, опять молчите, это уже, ну, как бы, уже совсем плохо. Уже когда соседям плохо, понимаешь, а почему вы молчите? И до войны молчали, и сейчас молчите. Вот это, это же не ко мне вопрос, а больше к вам, правильно? Вопросов нет вообще абсолютно никаких. Не, я замечаю, что вы как бы агитатор, я понял. А за что я агитирую? Если я агитатор, ну, за что я агитирую? Ну, просто агитируйте. За что? Ну, это уже вам, видать, за что. Не, ну, на основании чего вы сделали вывод, что я агитатор. Ну, потому что это же заметно. Нет, смотрите, а агитатор, это, наверное, человек, который... Не, не, смотрите, если бы я бы, вот, грубо говоря, подготовился бы, и какие-то, нашел бы там, я не знаю, там, примеры, картинки, там, из Украины, и вам бы показал, и вы бы, о, и тоже бы там. Поэтому, как бы, то, что вы сейчас показали, как бы, об этом мы все знаем. Ну, вот, здесь, в России, мы здесь все об этом знаем. Как бы, удивляемся всему, но ничего, как бы, сделать, ну, не можете. Не можете, да. А вы реально удивляетесь? Вот вы лично. Вы реально удивляетесь, или вы уже привыкли к этому? Да, привыкли, можно так сказать. Вот, поэтому слово удивление, мне кажется, не очень корректным, потому что, на самом деле, чего удивляться? Вот сколько, кстати, у Путина была вчера инаугурация. Так, смотрите, вы поймите такую вещь, вот просто извиняюсь, что перебиваю вас. Просто, блин, сложно. Это, это очень сложная тема. Это, видите, как бы, это все именно так и есть. Вы все правду говорите. Именно вот так вот оно и есть. Но, но, если завтра мы победим, это все оправдает. ты имеешь в виду украину? Ну, типа, понимать, ну, блин, почему Украину? А кого? Весь мир? Весь мир, если вы победите? Блин, да почему? Ну, давайте, блин, тогда я уже буду, как этот, как его, диктатор такой, типа, победим весь мир. Не, ну, я же пытаюсь конструктивно говорить. Ну, врагов. Давайте просто мы врагов победим. Так врагов у вас весь мир, реально. Ну, записали весь мир в недружественные истории. Нет, весь мир записался во враги. Они мы записали. Весь мир виноват, одна Россия белая и пушистая. Ого, он же, помните, рассказывал про это? Что все... Да, да, нет, я помню это все, конечно. Я в курсе. Всех слов. Поэтому... Выражений, но... Поэтому, поэтому... Сейчас серьезно говорим, без приколов, правильно? Так оно мы без приколов говорим. Вы же от меня пытаете что-то, моё, ну, чисто моё мнение. Я же, как бы, кто я такой? Я гражданин, да, есть такое. Вы бесправный гражданин, вот так вот. Надо... Блядь, а вы правный гражданин. Я имею права, конечно. Ну, какие вы права имеете? Все, все права. Право голоса, право выражения своего мнения и так далее, и так далее. Вот, между прочим, здесь видите, про права я бы поспорил бы с вами, очень бы. Хотя, честно говоря, я не специалист в этом во всем, просто, вот, заметил, вот, просто на примерах, не знаю, не могу сейчас привести, вот, допустим, там другие какие-то люди говорили, это вот вся вот эта вот демократия и все, это тоже все иллюзия. Это вот вроде там, ой, блядь, демократия. А когда скажут нахуй, емано, и тоже будет... Не ругайтесь матом, не ругайтесь матом. И там будет то же самое, емано. И там также построят порядки, ну, в смысле, с вашей стороны, или, не знаю, в Европе, в Америке. И так же люди не смогут, допустим, ничего сказать. Дело-то не в этом. А дело в том, что просто некоторые люди умеют жить красиво, а вот мы, блядь, еще, сука, не научились. Тихо, не ругайтесь. Смотрите, во-первых, я живу в Америке, это первое. А, вот, вот, это еще интереснее, это еще интереснее. Вот, поэтому насчет демократии, если у вас есть какие-то, вы сказали сейчас полную ерунду. В смысле ерунду? Вот смотрите, вот демократия, да, вот вы сейчас говорите вот про вашу демократию, да, допустим, в Америке, что типа у вас там, блин, свобода слова там, или еще, или еще, да, все типа, да, ну, это же все иллюзия. Нет. Ну, в смысле? Иллюзия, это то, что вы считаете, что у нас иллюзия. Вот это иллюзия. Нет, нет, вы сейчас вроде бы как бы можете сказать, как вы хотите, да, а завтра, завтра, вот придет порядок, допустим, и вам точно так же запретит, и вы не сможете этого сказать? Не придет. Америка, ну, Америка уже живет в условиях демократии много-много-много лет. Что значит придет порядок? Он уже пришел. Демократия, это и есть порядок. Я почему-то не верю в это. Если бы вы сказали придет... Демократия, демократия – это не порядок. Демократия – это условия. Совершенно верно. Это условия определенного порядка. Да, вот, вот это уже, видите, а это меняет, между прочим, образ, когда вы говорите порядок. Порядок – это типа не надо разбираться. А когда условия, которые подразумевают порядок, здесь надо поразбираться, какие условия, какой порядок. И вот это вот все. Об этом только не думаете Смотри, если коротко Коротко и емко сказать Что на Западе В частности в Америке Первое место это жизнь человека Это класс Вот это я уважаю А в России и в прочих диких странах Это Это имущественное положение Власть имущих Извините за тавтологию То есть это власть Богатых Это диктат И рабство вот таких как вы простых людей Вот в чем разница Диктат и рабство Ну а как, ну а что вы Ну хорошо, не диктат, ладно, давайте Авторитаризм Давайте скажем авторитаризм Рабство ваше, можете назвать его холопством Как угодно, но смысл от этого не меняется Вы же со мной согласны, что вы в своей стране Бесправны У вас нету права в стране Понимаете? Да почему? Ну почему? Потому что вы допустили до этого Да почему? У нас очень В каком-то, допустим, месте Вот допустим Ну, конечно Сейчас, допустим Говорить Легко просто Ну ладно Блин, ну теперь уже я начинаю запутываться Блин, запутался Вы знаете, вам очень легко запутаться Потому что у вас в голове путаница Да нет Вы пытаетесь найти оправдание Нет, нет, нет Своему авторитаризму Нет, нет, нет Ну да И вашему раболепствию Понимаете? А это найти очень сложно Очень сложно Да какому раболепствию? Ну вы что? Ну какие-то слова используются некрасивые Нет, нет, нет Ну смотрите, раболепство в чем Нет, смотрите, на каждое мое заявление На каждую мою декларацию Я могу привести какой-то ряд примеров Понимаете? Я не люблю сам голословие Я люблю какие-то доказательства У вас нет свободы слова У вас за то, что человек вышел С плакатиком, на котором написано два слова Фигурально Два слова Не нет войны А два слова Забирают в полицейский участок Да, это понятно Но это же сейчас только так стало А до этого не было? Не было А на Болотный На Болотный не забирали у вас людей В 12-м году еще В 11-м, в 12-м году Вы знаете, сколько фигурантов Болотного дела сидит в тюрьме? Очень много Ну, ладно Не буду здесь Посмотрите Знаете, почему мне спорить с вами тяжело? Потому что Если вы, допустим, сориентированы Допустим, на вот этих всех проблемах То я просто обычный человек Совершенно верно И понимаете И понимаете Даже обычный человек И то даже вам, допустим Как бы противоречить пытается Пытается безуспешно Безуспешно пытается Смотрите Почему? Не, вы абсолютно правильно сказали Что я сориентирован То есть я изучил материал Я изучаю на постоянной основе Много лет Много лет А я-то просто Вот вчера я просто жил А сегодня я просто пришел Хотел с хорошими людьми поговорить Как вы И вы мне вопросы задаете А я пытаюсь вам противостоять Знаете, почему? Не, я из принципа, конечно, это делаю Естественно Естественно Только из принципа Из принципа Не, не А знаете, почему вы это делаете из принципа? Потому что вам стыдно за свою страну И вы пытаетесь каким-то образом все-таки найти способ ее оправдать Но у вас это не получается Потому что вы, как человек, но мне кажется, более-менее все-таки объективный Вы фактам верите Вы же своим глазам верите То есть вы, мне кажется, не до конца упоротые Ведь большинство россиян, они же упоротые до конца А в вас еще, мне кажется, какая-то надежда теплится Вы знаете Какая надежда? Надежда на то, что вы не до конца упоротые О, а давайте сейчас спросим вас А что значит упоротый? Что это такое? Что это за определение? Упоротый это когда будет отстаивать свою точку зрения Вне зависимости от фактов Которые полностью противоречат этой точке зрения То есть на черное он будет говорить белое И будет придумывать любые отмазки, поводы, причины Чтобы на черное сказать белое и наоборот Так вы поймите такую-то вещь Ну понимаете, для одного, что, допустим, для вас, что черное Для других это может быть белое Нет, не может быть, так не бывает А почему вы решили, что у вас в ваших устах истина? Я не решил, что в моих устах истина Истина это то, что является фактом Подтвержденным большинством людей Вот что такое истина Она же правда Да Ну вот опять же И мы что, сейчас будем голосовать и спрашивать? Конечно, безусловно Именно для этого в демократических странах С демократическими процедурами проводятся референдумы Проводятся выборы Не, вот смотрите, давайте я вам просто выскажу свое мнение Вот мне нравится, вот в вашей стране Вот это, твои власти, мне нравится Конкуренция, короче, власти Вот то, что они как бы между собой конкурируют Как бы, и от этого как бы, ну, вам лучше живется А еще, между прочим, нравится то, что вся ваша, блин, дом Хотел поругаться Ну, короче Ну, потому что очень много умных людей в вашей стране Совершенно верно Потому что страна Но, тем не менее Вот смотрите Центром притяжения Да, да, да Но, тем не менее Да, но, тем не менее Вот как бы, как мы сейчас являемся И вот это мне нравится, что мы противовес Вашей власти, понимаете Почему вам это нравится? Ну, потому что, а иначе получится Вот, может быть, я неправильно Да, скорее всего, не правильно Потому что я даже не знаю до конца этого термина Допустим, как бы гегемония Да, вот когда вот один там что-то начинает Типа делать, что хочет Вот не хотелось бы Нет, вы не путайте гегемонию с диктатом Это, вы знаете, разные значения и разные слова Да, да А вы мне можете пояснить? Просто, видите, я это сказал просто Ну, мне почему-то кажется, что как будто я вроде как правильно выразился Но, на самом деле, даже понятие гегемонии не знаю Гегемония – это что такое? Ну, гегемония – это Это превалирование мнения, настроения, действия Какой-то одной прослойки общества Класса общества Части общества Над другой Это называется гегемония Ну вот, по-моему, я не ошибся Нет, вы ошиблись А диктат – это когда один человек Или маленькая кучка людей Будет решать за всю страну Так я и не сказал про одного человека У вас, вот ваша, допустим, политика Допустим, она же тоже имеет двоевластие Допустим, вы там Как бы тоже вы там все разумеете Вы все правильно Двоевластие – это немножко не то Двоевластие – это когда Двоевластие – это всегда плохо Но это же тоже условности Это не двоевластие Просто одна суда тянет, другая суда Но по факту делайте одно и то Нет, двоевластие – это когда вот две власти воюют между собой Вот это двоевластие А то, что у нас есть система сдержек и противовесов Вы путаете это с двоевластием опять же Нет, а давайте тогда просто переспрошу вас А как бы у вас там, кто они там был? Одни и вторые Я уже забыл, как они называются Демократы и республиканцы Вот, это кто такие? Это партия Ну, в смысле Да, да, да Это две основные партии Хотя их десятки других Вот, но побеждают То одна, то вторая То одна, то вторая То одна, то вторая И как правило по очереди, да Но это не двоевластие разве? Нет, конечно Двоевластие – это когда одновременно две власти сталкиваются лбами А система противовесов и сдержек Это разные вещи Например, там парламент, верхняя палата, да Например, там республиканцы ее владеют А нижние палаты Конгресса – демократы, да То, что здесь пройдет, здесь может не пройти И наоборот Эта система сдержек и противовесов – это не является двоевластием Власть выбрана Она одна, но внутри этой власти есть система сдержек и противовесов Всегда И это и есть демократия? Это и есть демократия, конечно Ну, одна из черт демократии Черту демократии там сотни Как минимум, ну, это одна из, конечно А как вы можете, допустим, ну, просто сказать мне, вот обычному человеку Вот, допустим, я же тоже, как бы, слышу, там, про… Вернее, даже не слышу, а по сути даже, можно сказать, знаю, как вы, допустим Вот, ай, все, ладно, не буду спрашивать Ну, ты просто глупый вопрос уже получил Ну, ладно, все Все, короче, я понял, что вы сказали Хорошо Ну, потому что, да потому что я подумал, что вы же тоже там дрочите весь мир, как хотите Но это уже другой вопрос, да, я понял Нет, это не другой вопрос Потому что в мире кто-то должен быть полицейским или жандармом, как хотите назовите Да, Америка является основным на сегодняшний день мировым жандармом То есть это справедливая страна, которая следит и помогает следить другим за порядком между странами Для того, чтобы не допустить, вы же понимаете, что можно сделать, во что землю можно было бы превратить Да, а теперь еще больше, видите, в этом отношении, как бы, понимаешь, что когда один, вот такой, как вы говорите, полицейский появляется Он начинает, помимо того, что он может как следить, так и может где-то и не следить Вот, может следить, может не следить Но главное, чтобы он не превышал своих полномочий и не становился диктатором над другими странами Смотрите, Америка самое сильное государство во всех планах И если исходить из права сильного, как ваша страна исходит Америка тогда должна была уже бы всю землю поработить А почему? У Америки же нету этой ни цели Нет, 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 здесь с вами не согласен Вы же тоже этого добились там силовым способом Чего этого? Ну, вот как бы, вот как сейчас происходит Каким образом? В чем выражался силовой способ, чем Америка своего благополучия добилась сегодняшнего? Расскажите Ну, где-то хитростью, конечно, было Каким силовым способом Америка, в чем это выражалось, что она добилась того благополучия? Ну, своих этих, как его задрочили, как они, я маю, ваших там коренной жителей-то американские А-а-а, понятно Кого-то купили Основной задрочили А вы своих этих самых, и что-то вы не стали мировым лидером Вы-то загнобили все свои народы Но вы при этом мировым лидером не стали Поэтому этот пример Нерелевантный вообще Почему? Очень релевантный Между прочим Потому что получается В тот момент, когда Допустим Мы могли бы Попытку не дают Кто не дает? Что вы могли бы? Когда начинаем соперничать Вы пытаетесь Кто с кем соперничать начинает? Ну допустим Ну допустим Россия Вы серьезно? Не смешите мои ботинки Россия может соперничать в чем-то с Америкой Россия, которая имеет полтора процента ВВП И Америка, которая имеет почти Тридцать процента ВВП А вы думаете это решающее значение? А что является решающим? То есть вы верите во все это? Я не верю, я знаю Уровень жизни Уровень жизни Посмотрите У вас на 69 месте страна И Америка На очень высоких местах Вот давайте Это же является основным показателем Ну это понятно Но вы же к этому пришли Каким-то образом Совершенно верно Пришли Потому что строилась Как пришли? Строилась правильная политика Строилась демократия Да, со своим Не-не-не Тут не политика, а демократия Я же не закончила Тут Тут правильная строилась это Я же не закончила еще Вы мне не дали закончить предложение А, ну давайте Ладно Строилась демократическое общество оно строилось со своими издержками оно строилось со своими терками со своими ошибками большими ошибками но тем не менее Америка это та страна а она не единственная на земле которая пришла к единственному на сегодняшний день самому нормальному строю из всех возможных это вот тот демократический строй за счет того что за счет чего хороший вопрос я думаю это произошло изначально если мы говорим на 300 лет назад когда началось освоение Америки я думаю это произошло за счет того что наиболее в хорошем смысле авантюристически настроенные люди наиболее пассионарные люди приехали покорять вот эту землю и осваивать ее и этот процесс как начался вот с отцов пилигримов да которые приехали помните на корабле то нет не помню не помните я тоже не помню я не знаю из истории из истории вот так вот после этого все вся эмиграция которая идет в Америку она в той или иной степени тоже состоит из людей активных которые хотят работать которые умеют работать которые знают как работать умеют производить умеют хорошо жить в результате так а вы поймите такую вещь вот в результате вот этого общего процесса вот такая вот Америка стала так а если мы тоже так хотим вы так хотите да но вы знаете все так хотят на самом деле все так хотят да да но ваша власть этого не хочет почему она хочет ну просто не умеет а ваша власть живет намного лучше чем Америка ну в среднем да смотрите взять среднего человека из вашей власти и среднего американца дайте я закончу предложение ну давайте то человек средний из вашей власти живет намного лучше чем средний американец потому что ваша власть это воры Это 1% вашей страны, который имеет 90% богатства вашей страны, понимаете? Не, ну согласен, да, возможно так и есть. Ну смотрите, мне бы сейчас тоже хотелось бы кольнуть вас куда-нибудь. Ну вы, допустим, смотрите, в какой-то момент просто взяли, так вот скондинировали, допустим, и сделали, что вы там, ну типа, как это выразиться-то? То есть, короче, блядь, вот я сейчас начинаю вас это. Выражайте только без мата желательно. Ну да я пытаюсь. Ну весь смысл в том, что, короче, всех обманули. В чем? В чем обманули? Ну во всем. А во всем это значит ни в чем. Вы знаете, во всем это не ответ вообще. Да, ну вот видите, потому что я не умею, я не знаю. Вы не умеете, потому что у вас нет фактов. Поэтому вместо того, чтобы пытаться натягивать саму на глобус, слушайте, что я вам говорю, намотайте себе на ус, и потом используйте как свои аргументы в разговоре с кем. Нет, нет, да почему? Ну блин, ну все. Вот видите, вы опять же, видите, вы пытаетесь меня убедить, допустим, что типа, ну как сказать, вот что в ваших устах правда. И все. И вот другой нет. А доказательно, я это же делаю доказательно, правильно? Ну, вы доказательно это делаете, опять же, вот из чего мы говорили изначально, то что потому, потому что, ну вы подкованы к этому, мне тяжелее, допустим, с вами спорить. Я же про это и говорю, поэтому не надо спорить или вести беседу на ту тему, в которой вы плаваете. Профанация идей вами не понят. Ну и что, да, потому что я-то, ну просто общий смысл-то мира этого, я это понимаю. Вы понимаете, но сказать не можете, как собака. В какой-то момент, допустим, Америка весь мир как бы взяла и подсадила вот как бы на вот свою валюту. Каким образом? Вот. А вот это вот я даже не знаю. Каким образом? Вот это же главное. Вот. Каким образом? Объясните, пожалуйста. Это так, что Америка обеспечила доллар лучше, чем все остальные страны. Вот каким образом. А каким это образом произошло? Опять же, мы возвращаемся к тому, что я сказал, что сюда приехали на протяжении вот этих вот последних. Нет, нет. Вы не даете закончить предложение. Да, потому что вы меня сейчас пытаетесь путать, начинаете мне там втулять. Вы мне даже не даете закончить предложение. Ну, ладно. Потому что на протяжении последних двухсот пятидесяти лет, как минимум, или трехсот, туда приехали самые предприимчивые люди, создали здесь. Америка – это прогрессивная кладезь, прогрессивная, это авангард создания новых технологий во всех сферах жизни человека, во всех, без исключения. Конечно, есть много других стран очень прогрессивных. Например, Япония, да, она вторая после Америки, Германия, многие европейские страны. Но Америка, она впереди планеты всей в плане предприимчивости. Понимаете, вот именно за счет этого и доллар стал долларом. Вот и все. Ладно. Если у вас есть что-то возразить, я вас слушаю. Если нет, давайте будем разбегаться. Нет, разбегаться-то мы в любом случае будем. Просто возразить, возразить. Согласен. Возразить, вот просто, вот, просто, опять же, вот мне, как обычному человеку, допустим, не то, что непонятно, а вот, допустим, да и Америка, и вот европейские страны, вот, как его, вот, колонии устраивали, допустим, там, типа, там, тянули, допустим, там, с других стран. Да и до сих пор тянете, е-мое. Ну, как бы, свою экономику расширяй, там, типа. И опять же, а опять же, видите, с ваших слов, там, типа, да, мы же несем, там, свою демократию, и там туда-сюда, и, ну, хрен его знает. Хрен его знает, я понимаю. Да, на самом деле, просто, видите, вы-то пытаетесь, чтобы вам было хорошо. Да, а вы пытаетесь, чтобы вам было плохо, да, наверное? Нет, а мы пытаемся, чтобы нам было хорошо. Ну, так и что-то у вас плохо это получается в результате. Может, надо брать пример с того, у кого это хорошо получается? Да нет, если, видите, а сейчас... А не с Чеверной Кореи, у которых это вообще, ну, никак не получается. Да нет, да, нет, ну, это понятно. Ну, как бы, блин, как я изначально сказал, что, ну, хочется, мы же тоже, чтобы были тоже умные. Всем хочется, но не всем может. Ну, да. Хочется, но не может, понимаете? Ну, то, что вы умнее, да, я согласен. Здесь прям разговора нет. Спорить не могу. То есть политики у вас хорошие. У нас все хорошие. И экономисты хорошие, и финансисты хорошие, и военные хорошие. Во всех областях, во всех сферах, в Америке, все очень хорошее. И стремятся быть еще лучше. Чего о России сказать нельзя, ни первое, ни второе, ни третье. Да почему? Ну, а вдруг мы сейчас тоже станем хорошими? А что смешно? Вдруг только кошки рождаются, и то не вдруг, как вы знаете. А, то есть мое это, то, что утверждение, то, что типа я там, а вдруг, да. Ну, мы надеемся, как бы. Ладно. Давайте пойду я. Было интересно с вами поговорить. По крайней мере, вы умеете вести диалог. За это уже спасибо. Да, блин, я как бы стараюсь. Если бы мог бы, был, если я был бы более подкован, я бы, конечно, с вами поспорил. Вот, вот, занимайтесь, занимайтесь развитием самообразования, больше читайте. Не, 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 а это не мое. Следующий раз встретимся и поговорим. Нет, вы знаете, я же сказал, вы далеко не самый упоротый, кем я тут встречаюсь с россиянами в чат-рулетке. Поэтому мне с вами, ну, в принципе, интересно разговаривать. Я просто, я просто мастер по стиральным машинам, е-мой. И просто сегодня пиво попил и делать нечего, зашел поговорить. Ну, хорошо, хорошо, видите, вы чуть-чуть, может быть, продвинулись. Обычный, обычный человек. Чуть-чуть вы, может быть, продвинулись в своем духовном, а может даже умственном развитии сегодня. Не, с вами тоже было приятно поговорить даже потому, потому что, хоть и чувствовалось, конечно, что как вы поддавливаете там свою эту тему, но с другой стороны, мне очень приятно, что вы как бы, ну, как бы, все равно дискуссию ведете, как бы, как ни крути. Потому что попадаются и вправду люди такие, которые, как вы говорите, упоротые, которые свою точку зрения ставят, и словом ставить негде. И вот это, конечно, очень печально. Согласен, ладно. Давайте, образовывайтесь, всего хорошего, может, еще увидимся как-нибудь. Да, хорошо, спасибо. Счастливо. Ну, друзья, вот такая вот вышла беседа, мне было интересно реально. Вот, опять же, повторюсь, он далеко не самый упоротый. Человек что-то признает, он что-то слушает, он что-то мне даже показалось, что слышит. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, вот, были бы все такие собеседники, вы знаете, но вот вообще просто, я бы получал просто удовольствие от таких разговоров, когда я его слушаю, его мнение, я ему привожу свои аргументы. Он пытается, ну, на что может приводить свои аргументы, если не может говорить, вот я не готов там. Да, ну, это честно, это честно, и за это ему вот такой огромный плюс. Напишите, друзья, что вы думаете. Ну, и до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok